Загружаюсь я с флешки, которую мы записали на втором видео уроке, то есть мы записали официальный образ Linux Mint Cynamon. И теперь попробуем с этой флешки сделать разметку жесткого диска и установить официальный дистрибутив на жесткий диск компьютера. Вот практически и все. Итак, я нахожусь на флешке, стартовал с нее. В этом легко убедиться. Вот 372, видно, что флешка отформатирована. Значок телефончик обозначает, что данный раздел присоединен. А вот этот раздел я, значит, отформатировал полностью в формате MS-DOS и на нем вообще ничего нет. Ну, раздел порядка одного терабайта. Ну, на всякий случай могу, значит, вот снова создать таблицу в MS-DOS. Я люблю в этом, люблю с этой таблицей разделов работать, применить. Вот практически и все. Теперь, значит, будем делать разметку. Согласно, значит, вот у меня, значит, такая табличка есть. Ну, первое, сделаем загрузочный раздел на 512 мегабайт. Новый. Вот я тут раздел в мегабайтах напишу. 512 мегабайт. Экстеншин 4. Да, ради бога, пусть будет экстеншин 4. К нему, значит, вот так вот мы применим изменения. Теперь пойдем вот сюда вот на флаге и отметим ESP и BOOT. Вот это вот должно быть. Это работает практически как на GPT дисках, так и на дисках с таблицей разделов MS-DOS. Ну, давайте дальше пойдем. Под линукс раздел вот 30720. Значит, мы сделаем разделчик. Здесь напишем 30720. 30720. Первичное, первичное, добавить, применить. Затем я сделаю раздел под винду на 70 гигабайт. На самом деле это будет 71680. Значит, я напишу здесь 71680. Укажу, что это раздел NTFS. И добавлю. Ну, применим изменения. Все оставшиеся пространства я просто возьму и помечу как расширенное. Вот. И на нем там мы уже можем добавлять там кучу самых различных разделов, как говорится, безо всяких опасений. Ну, во-первых, мы добавим SWOP 4096. Перейдем на SWOP. Я просто показываю принципы разметки, которыми я, так привык, привык пользоваться. Хотя размеры, значит, вытекают здесь из практики. Вот, допустим, размер корневого раздела под линукс. Сколько я линуксов не ставил, в корневом разделе они там больше там 10-15 гигабайт у меня не занимали. Поэтому я тут делаю с двойным стройным запасом прочности. Этого достаточно. Винда у меня средней руки, ну, 30-40-50 гигабайт занимает. Вот все. SWOP у меня 4 гигабайта оперативной памяти, ну, на 4 гигабайта я SWOP и сделал. Все остальное, значит, пожалуйста, значит, можно сделать 230 гигабайт, допустим, под диск D хранилища данных, скажем так, для Винды. Вот здесь я напишу 235-520. 230-5-520. Отметим, как его НТФС под винду. Здесь, значит, я могу пометчику сделать, что это вроде бы как диск D будет у нас. Ну, и волшебная кнопочка применить. Вот, пожалуйста, значит, диск D или кладовочка для Винды, значит, у нас практически готова. Такую же кладовочку сделаем для Linux Home на 409-600. Значит, вот здесь я пишу 409-600. перескакиваю в это окошечко. Ну, здесь я могу написать, что? Ну, Home могу написать. Home. Добавить. И применить. Ну, и остались разделы, значит, Linux по 50 гигабайт для самых там различных экспериментов. Ну, что я сделаю? Ну, вот здесь я напишу 51-200. То есть, для меня это оптимальные размеры, на которые практически любой Linux вставится, настраивается и так далее. Ну, на будущее я так вот скопирую себе это дело. Здесь поставлю, допустим, циферку 1. Здесь сделаем все то же самое, только циферку поставим 2. Здесь тоже самое, поставим циферку 3. Ну, остальное, как говорится, уже разметим все то, что, как говорится, осталось. Просто поставлю циферку 4. И волшебная кнопочка применить изменения. То есть, вот таким вот образом у меня, значит, происходит разметка жесткого диска под свои, значит, нужды. Ну, пока там это дело делается, я могу сказать, что вы, допустим, можете поиграться, можете, допустим, здесь там 25 поставить. Видите, циферки поменялись. Можете уменьшить размеры там домашнего раздела. Вот. Собственно говоря, без разницы, все у вас тут будет вам выдаваться, вот эти цифры, которые нужно будет проставлять. Значит, то есть, разметка жесткого диска, дело такое, скажем, сугубо индивидуальное. Но, тем не менее, как говорится, определенные правила при этом есть. Ну, то есть, временем и практикой у меня вот установилось, что любой линукс в корневом разделе, ну, 30 гигабайт ему выделять под корень, за глаза и за уши. Вот, под винду, значит, ну, средней руки, без наворотов 70. С наворотами, ну, там, 100-150. Кладовочку, значит, я делаю по своему усмотрению для линукса. Тут уже, как говорится, это уже мое личное пристрастие. Вы можете делать, там, и 50, и 100, и 200 гигабайт, и 300, там, зависит от вас, от вашего желания, от размеров вашего жесткого диска, ну, без разницы. Ну, и кладовочка под винду, вот, лично меня, вот, кладовочка таких размеров, ну, вполне и вполне устраивает. Вот, практически, мы, значит, сделали разметку жесткого диска. Поехали дальше, значит, будем теперь устанавливать, значит, линуксминт цинамон на жесткий диск. Ну, русский язык, естественно, продолжить. Ну, установить стороннее программное обеспечение. Да, ради бога, кто же против? Пожалуйста. Здесь программа сообщает, что желательно отсоединить присоединенные разделы. Согласен, да, согласен, ради бога. Ну, а здесь, мне предлагается метод установки. Поскольку, значит, я делал все по своему варианту разметки, я выбираю другой вариант, нажимаю на продолжить, ну, и жду, что-то мне она, как говорится, откинет. Ну, первый, у нас вот был вариант, значит, 536 мегабайт. Изменить. Extension 4, форматирование. Вот, бут раздел. Вот я его отмечаю. Дальше, значит... Посмотрим, что тут у меня дальше есть. Вот, своп-раздел. Значит, изменить. Раздел подкачки. Ну, тут он пишет, не форматировать, ничего не нужно. Ну, и на 30 гигабайт раздел, куда мы будем ставить Linux, находится вот здесь. Вот я пишу изменить, форматировать его в Extension 4, сделать его корневым. Ну, и давайте поищем наш... Вот, раздел Linux, который мы хотим сделать, скажем так, Extension 4, форматировать, ну, сделать домашним. Вот, Home. Вот, теперь все готово. Нажимаем установить сейчас. Продолжить. Тут вот сообщается, куда, что там будет поставлено. Можете еще раз там перепровериться, на какие разделы жесткого диска, что будет ставиться. И нажимаете на кнопочку продолжить. Будьте внимательны всегда, когда там что указываете. Ну, здесь, значит, я указываю свое местоположение. Для меня она более близкая. Вот это. Клавиатуру? Ну, русскую укажу. Что там? Вот. Продолжить. Ну, имя пользователя, выбиратель любое. Я по умолчанию выбираю User, что по-английски обозначает пользователь. Имя компьютеру даю, значит, очень простое. PC Персональный компьютер. Указываю, значит, здесь парольчики 1.1. Если вы хотите входить в систему без пароля, значит, можете ничего не указывать, а нажать вот эту вот кнопочку входить в автоматическом режиме. Я же предпочитаю все-таки вот так вот работать. Нажимаю на продолжить. И пошла, запустилась программа установки. То есть, идет копирование файлов. И когда все это дело закончится, значит, я снова включу запись. И так установка закончена. Программа предлагает перезагрузиться. И, значит, уже, что я и сделаю. И дальше, значит, уже я загружусь с жесткого диска компьютера. компьютера. надо кнопочку перезагрузить и все будет нормально. А я же просто скопирую файлики, которые я создал в видео и затем перезагружусь. И так, я загрузился жесткого диска. Ну, вот видно, что загрузочный сектор присоединен, раздел загрузочный раздел, корневой раздел Linux Mint 18.2 Цинамон тоже подсоединен. Linux Swap и домашний раздел. То есть, там, где видите телефончики, это говорит о том, что данный раздел присоединен. Флешки, вот видите, нету никакой. Итак, что делать дальше? Значит, мы установили официальный дистрибутив. Значит, скажем так, абсолютно голенький, на котором ничего не установлено. И вам придется дальше. Значит, зайти на мой сайт сюда. Вот ролик Linux Mint Цинамон 18.2 установка и настройка. Вот по нему вот так вот кликаете. Сейчас вот реклама кончится. И вот посмотрите. Значит, обязательно нажмите там или по-русски будет написано показать больше или по-английски вот шоу-мо. Вот посмотрите детальное оглавление. Опять-таки, как скачать, проверить на виртуалке, записать на флешку, старт с флешки, установки с флешки, установка программ. Все. Вот, берите, как говорится, и настраивайте по этим значит программам. Все сделано так, что вот нажав на любую из них, вот вы попадаете на конкретную часть видеоролика. То есть, все то, что вас интересует, берите себе программу бунту клинар. Берите себе, как говорится, и ставьте. А оглавление, значит, оглавление подробненько у вас вот оно. Очень подробно, я, так сказать, тут все-все программы, которые ставил, значит, сделал. Теперь дальше. Значит, если у вас нет времени или желания возиться с установкой и настройкой программ, значит, у вас есть другая, значит, вот идете на крок. на кроке, значит, идете вот сборки мои, идете на Linux Mint, Linux Mint 18.20 на mon, мы ее в качестве примера взяли. Тут есть обычная и есть свайная. Ну, давайте вот обычную. И здесь, значит, вот изообраз и к нему, значит, контрольная сумма, ну, и пароль имя пользователя юзер, а пароль единичка. Значит, вот нажимаете вот так вот на изообраз, вот оно, начинаете его скачивать, сохранить, окей, и, значит, образ у вас потихонечку там будет себе скачиваться. Посмотреть процесс загрузки вот можно вот здесь, как там, что идет и так далее. Значит, когда сборка скачается, по тем же правилам, что я приводил, значит, во втором уроке, проверите изообраз на виртуалке, если он грузится, запишите на флешку, но вот установка уже будет идти не через значок диска CD или DVD диска вот здесь вот на десктопе, на рабочем столе, а через программу SystemBug, которая будет расположена на нижней панельке. Вот и все. Значит, как это дело делается, я вам покажу. А пока, значит, вот практически я не хочу тут рассусоливать долго. Очень подробно я сделал урок по настройке Linux Mint 18.2. Он практически в большинстве случаев относится и к X-Face, и к Mate, и к KED. там, поэтому, глядя на то, как там я вам все это рассказываю, показываю, вы можете все это дело применять. А так, вот у вас готовый, чистый, голенький дистрибутив, на который, значит, вы будете устанавливать различные программы. Не забывайте только периодически пользоваться программой SystemBug. теперь же, значит, я зайду на флешку, вернее, запишу на флешку мой, значит, Linux Mint CineMone 18.2, мою сборку, настроенную, и покажу вам, как устанавливается моя сборка, ну, в принципе, любая сборка, созданная программа SystemBug, как она устанавливается на жесткий диск. Итак, на файле Linux Mint CineMone с моей кладовочкой на кроке вы скачали, но я этого делать не стал, у меня он был на внешнем жестком диске, но все дела не меняет. Значит, ну, первое, что, значит, я вставил флешку, значит, флешку надо форматировать, вот я здесь завожу командочку USB, форматирование флеш-накопитель, на 3 гигабайт я выставляю все это дело, русских букв избегаю, обжегся уже, единичку ставлю, и форматирую, значит, флешечку, подготавливаю ее к записи вот этого образа, который вы скачали, мою сборку, создание загрузочного накопителя, опять-таки, выбираю вот свою флешку маленькую, нажимаю пароль, запись на флешку, запись на флешку, запись на флешку, запись на флешку сделана, я сейчас перезагружусь, стартую с флешки, и покажу, как происходит установка авторских сборок через программу SystemBug с флешки на жесткий диск, то есть, авторские сборки сделаны, еще раз повторяюсь, для людей, у тех, у кого нет времени на настройку и подгонку всех необходимых программ, поэтому, кто там будет опять-таки губу откатывать и говорить, что вот, надо самому все настраивать, да ради бога, настраивайте, вот я вам показал, как установить официальный образ, берите, уроки есть, как настраивать Linux Mint 18.20 на Mon, да он вообще для всей этой группы эти уроки годятся и для кедов, и для XFace, и для Мэйта, и настраивайте, по ним, или сами делайте все, а вот для тех, у кого нет времени, пожалуйста, у людей, значит, должен быть выбор, и я его им даю, даю, вот таким вот образом, так что, значит, следующая часть видео урока, мы, значит, встречаемся на флешке, на которую записана авторская сборка, итак, я нахожусь на флешке, вот видно, что нигде нет телефончиков, то есть, нет знаков того, что какой-либо из разделов жесткого диска присоединен, а есть вот только флешечка, на которой у меня, значит, располагается авторская сборка, значит, ставить я буду ее прямо поверх официальной сборки, потому что, ну, мне просто лениво, скажем так, все это опять настраивать, и так далее, я просто поверх поставлю корневого раздела, поверх, значит, домашнего раздела, и, значит, вот, поставлю бутовый раздел, как делается, вот смотрите, здесь нет привычного значка, значит, там, CD или DVD диска, и на нем написано install, авторские сборки ставятся вот так, программа систембак устанавливается, ну, какое-то время ждете, и теперь, значит, что делаете, идете на системкопи, значит, если хотите, хотите, значит, чтобы имя пользователя было юзер, а пароль единичка, если хотите другое, вот, набираете свое полное имя, там, и фамилию, кличку пользователя вашу, там, пароль сюда-сюда-сюда-сюда, название компьютера, нажимаете next, и попадаете все равно вот на такую же табличку, просто уже с вашими, как говорится, именными предпочтениями, вот, смотрите, amount point, boot, определенная стрелочка, видите, крестик и boot, дальше, 30 гигабайт, то есть, вот поверх этой сборки, я вот так вот беру, просто, тут вот форматировать, чтобы все это дело было, и на 400 гигабайт я выставляю домашний раздел, вот он он, вот, вот смотрите, раз, два, три, загрузочный раздел, корневой и домашний, значит, ну, для себя, я там, конечно, вряд ли мне, что там сохранилось, но скопирую, а если вы не хотите, чтобы пользовательские там данные шли, ставьте эту галочку, вот так, убирайте, вот, мне как-то без разницы, ну и начинаем, вот, 16, 34, ну, я здесь могу тут написать, 16, там, черточка, 34, ну и тут будет 16, черточка, посмотрим, надо сколько минут, все это дело запишется, вот таким вот, где-то вот образом, я пока сейчас запись, прерываю, хотя нет, запись прерывать не буду, хочу подчеркнуть, что вот авторская сборка, записанная на флешку, она полностью работоспособна, то есть, прямо с этой флешки, вы можете, значит, пожалуйста, искать что-нибудь, там в интернете, вот, запускается программа, сейчас я вот запустил, Google Chrome, немножко надо подождать, потому что часть, ну, вот так вот, допустим, сделаем, вот, пожалуйста, значит, можно, значит, тут, допустим, можно глянуть, там, комментарии, ну, вот, тоже хороший комментарий, согласен, но, всего в двух словах, как говорится, не расскажешь, я и не собираюсь, я даю вам только основы, скажем так, костяк, теперь дальше, можно выполнять, самые различные там задачи, то есть, пользоваться офисом, это находясь на флешке, которую вы можете, воткнуть в любой компьютер, в любом месте, где вам, как говорится, позволят, вот, офис, пожалуйста, можете там открыть, для редактирования, там, самых различных текстов, называется, на офис, райта, ну, это по типу, Microsoft, Word, вот, причем, она полностью совместима, с Microsoft, Word, и может сохранять, документы, в том же формате, как и Microsoft Word, и в старом, в доковском, и в новом, док-икс, без проблемно, значит, ну, практически, все программы, которые, вот, установлены, вы можете, ими пользоваться, с флешки, а можете, значит, их, ну, вот, что мы сейчас делаем, записываем, значит, эту вот, программу, сразу, на жесткий диск компьютера, вот и все. значит, Windward, LibreOffice Writer, грузится долго, значит, потому что, ну, все-таки, флешка, плюс идет программа для записи, вот, тут без вопросов. Ну, тем не менее, находясь на флешке, вы сможете, скажем так, ну, полноценно работать, вот, пожалуйста, программа, значит, электронной таблицы, называется она, LibreOffice Калькулятор, да ради бога, можете ей пользоваться, как говорится, там, на здоровье, вот, программа для записи, значит, редактирования текстов тоже, еще повторяю, что они полностью совместимы, с форматом, Microsoft Word, вот, как со старыми, так и с новыми. Так, на установку программы, значит, ушло 6 минут, вот, 16.40, а начинали 16.34, ну, что, я теперь перезагружусь, и стартую, значит, с жесткого диска компьютера, на который, значит, у меня было установлено, теперь уже моя сборочка, вот, со второго раздела буду стартовать, ну, ладно, перейдем к последней части, итак, я стартовал, с жесткого диска компьютера, на который установил, свою сборку, то есть, поверх официального дистрибутива, ну, лень мне, все это опять, там, ручками настроить, когда у меня уже все готово, и под меня настроенное есть, вот, пожалуйста, смотрите, значит, вы знаете уже, что значки телефона, означает, что данный раздел подсоединен, загрузочный раздел подсоединен, корневой подсоединен, подсоединен, значит, раздел home, а вот раздел swap, почему-то у меня, значит, не наблюдается, что он подсоединен, ну, ну, что делать, есть такому делу, как говорится, подмога, значит, просто через файлик, через 3, значит, мы это дело попробуем подправить, для этого, значит, я зайду вот сюда, на свой браузер, посмотрю, значит, да вот, на сайт зайду, да и все, и вот здесь, скачаю свой последний файлик, через 3, вот он, или по этой ссылке, кликнуть, или по значку, то есть, то есть, я сейчас скачаю файлик с командами, и из этих команд мы выдернем информацию, как подсоединить файлик swap, вот и все, вот видно, как он загружается, файлик крошечный, там 15, с небольшим мегабайт, ну сейчас он спросит, где ему там сохраниться, ну где, ну, да в загрузках, нет, вообще-то можно в документах сделать, да, причем, в документах, да ладно, сохраним документах, ну и запустим его, программа, значит, через 3 здесь у меня установлена, файлик, значит, мы скачали, запустили, значит, ну и давайте посмотреть, как говорится, вот здесь, значит, есть у меня такая поисковая штучка, вот, лупа, и я завяжу, заведу словечко swap, нажму enter, и среди них поищу, команды, значит, по установке swap, ну, где-то вот это похоже, да, первым делом, значит, мне нужно удостовериться, на каком, значит, разделе жесткого диска, у меня установлен файлик swap, на пятом разделе, вот для себя, я это, допустим, помечаю, убираю двоечку, меняю ее на пятерочку, и, вот так вот, все это дело, копирую, иду по этому адресу, etc, fstab, значит, ну что, etc, и файлик открываем, fstab, открываем его, ну ладно, выйдем на секундочку, etc, вот, открыть как рот, эту папочку я хочу открыть, в корневом, от корня, как рот пользователь, вот, fstab, и сюда, значит, ну, я попробую вставить, то, что мы скопировали, вот, сохранить, теперь, значит, в терминале заведем вот эту вот командочку, пароль заведем, пишет, что не удалось, ему, значит, подключить, да, ради бога, не хочет так, мы сделаем и по-другому, значит, какие бывают варианты, вот, посмотрите, linux.wap, информация, вот, я, вот так вот это дело беру, копирую, перескакиваю, так, где там у нас, был открыт файлик текстовый, вот оно, и вот вместо вот этого, ой, дидидидиди, значит, я попробую поставить вот так, сохраним, здесь попробуем снова нажать, ну, похоже, что подключился, да, вот, файлик подключился, то есть, файл подкачки мы теперь подсоединили, вот, такая вот мелочевка, ну, а от вас еще зависит, что, значит, ну, установите свое, значит, время и дату, по вашему поясу, ну, что у меня установлено, по Англии, вы сделаете там, где вам нужно, дальше, поднастроите погоду, у меня по Ливерпулю, вот, правой кнопкой мышки, настройка, пойдете сюда, здесь, значит, английскими буквами заведете название своего города, нажмете на поиск, и отсюда уже все дело скопируете, вот, ну, и если вам, когда уже все поднастроено, можете поменять пароль, тоже нет проблем, значит, вот, таким вот образом, ну, в отличие, как видите, от официальной сборки, здесь у меня имеется очень, и даже очень много установленных, и настроенных, мною программ, и, естественно, значит, кому лениво все это дело делать, пожалуйста, берите, есть еще один очень хороший метод, допустим, вот вы скачали сборку, установили ее по этому видеоролику, вот, допустим, пошли в интернет, но вот, не нужен вам, допустим, вот этот гекс-чат, вот, правой кнопкой, удалить, завели пароль единичку, и он удалится, сейчас появится окошечко, нажмете окей, все, он будет удален, дальше, ну, вот, допустим, ну, не пользуетесь вы программой, почтовым клиентом, вот, не пользуетесь вы, да, да ради бога, вот, правой кнопкой, удалить, пароль завели единичку, удалили, окей, и вперед, и с песней, то есть, настраивать под себя авторские сборки гораздо проще, чем самому ручками все делать, потому что основное большинство программ-то, оно уже настроено и работает, а вы можете просто повыкидывать то, что вам не нужно, поставить то, что вам нужно, и у вас трудозатраты будут во много, и во много, и во много раз меньше, почистили все, вот, запустили пылесосик, Ubuntu Cleaner, вот, пожалуйста, здесь отметили, здесь отметили, здесь отметили, отметили галочка здесь, 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 нажали, Clean, вычистить, пароль завели единичку, ну, и пусть себе, себе там, чистит, все, здорово, ваша система чистая, получили сообщение, вот, и все, поэтому, о том, что, значит, люди скачивали, скачивают, и будут скачивать, авторские сборки, значит, я в этом, ничего плохого не вижу, потому, что, у кого-то нет времени, а кто-то, может, хочет, на этом примере, там, покручить сборку, там, скачал ее, там, сделал, там, полигон, там, на 30, на 50 гигабайт, скачал ее туда, поставил, и гоняй в хвост, и в гриву, проверяй, там, что тебе нравится, что там не нравится, да ради бога, у вас есть выбор, вот это мне, что больше нравится, причем, естественно, значит, ну, в каждой авторской сборке, есть какие-то там, вкусы, предпочтения, там автора, что-то там, набор программ, которые он ставит, но вы же можете выбрать, у вас же практически, ну, я вам сейчас вот покажу, вот посмотрите, у меня на сайте, где скачать готовые авторские сборки, вот, пошли сюда, то есть, не один я их делаю, ну, вот мои сборки есть, есть сборки Сергея Тимченко, есть Василия Козельского, есть сборки Александра Клича, Андрея Шунько, Кушниренко, можете перейти, по любой ссылочке, скачать сборку, ознакомиться с ней, ну, по крайней мере, авторы-то, они проверенные, и нормальные, вот, что я хочу сказать, так что я вам просто могу порекомендовать, что никогда в сети тут появился такой термин, термин «дерьма сборки», там и так далее, ну, скажем так, говорят не от большого ума, потому что любой автор вкладывает в свои сборки, скажем так, свои предпочтения, то, что ему нравится, то, что ему не нравится, да ради Бога, но никто же ведь не неволит людей, там, вот, вот берите, ставьте ему сборку, ничего с нее не выкидываете, ничего на нее не закидываете, и все, да ради, нет, конечно, но это же глупость, вот, просто-напросто смотрите, что вам нравится, вот и все, ну, ладно, я считаю, что вопрос о том, как поставить официальную сборку на жесткий диск, по каким урокам ее настроить и откуда, как поставить авторскую сборку, я вам рассказал, поэтому, значит, желаю вам всяческих удач, всего самого доброго и до новых встреч!